Об этом мы говорили целый год и вот наконец подводим итоги, но, к сожалению, итоги печальные. Мы сегодня будем говорить о коронавирусе. То и дело, вот каждую неделю почти появляются новые штаммы. То британский, то дельта, дельта плюс и теперь наконец появился омикрон. Что же делать с этим штаммом, насколько он заразен и вообще, насколько в этом году мы боролись с вирусом и можно ли его победить хотя бы в году в следующем. В последнем выпуске программы «На чистоту» на этой неделе у нас в гостях в студии заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Нурлубек Мустаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать. И прежде чем мы начнем нашу беседу о коронавирусе, давайте посмотрим сюжет. Но прежде чем сюжет будет готов, мы узнаем все-таки, насколько все-таки итоги этого года были важными. Я имею в виду в плане борьбы с коронавирусом. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые жители области. Действительно, да, этот год был очень, можно сказать, и тяжелым, но и с другой стороны, мы с прошлого года переняли большой опыт. То есть большая была проделана работа, работа направлена на профилактику, работа направлена на подготовку наших медицинских работников, подготовку нашего коечного фонда, чтобы мы могли свободно госпитализировать больных. И, конечно же, прорыв это вакцинация. Как вы знаете, в начале года, в феврале месяце у нас началась кампания вакцинации против коронавирусной инфекции, которая уже в продолжении, как мы уже говорили, сейчас уже начали уже ревакцинировать уже наше население области. Это уже большой прорыв, то есть в борьбе с против коронавирусной инфекцией. Понятно. Ну, мы, наверное, сейчас посмотрим, да, все-таки сюжет, который обещали. Прежде чем вот углубиться в эту, к сожалению, печальную и в то же время важную тему, давайте посмотрим. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться, чиновники вводят все новые ограничительные меры. На этот раз улучшить статистику призваны запреты для очной работы невакцинированных граждан и их посещение торговых центров. Аким Западно-Казахстанской области Галиис Калиев отметил, что коронавирус – это большая беда, но, тем не менее, он нашел у болезни свои положительные стороны. Многие люди научились беречь себя и своих близких, не освещать ненужные мероприятия, не приглашать лишних гостей и так далее. Ну, кроме того, это новый год, все-таки, это семейное мероприятие, его нужно проводить по граничному кругу близких. Хочешь показать пример – начни с себя. По такому принципу пошли в Акимате региона, отказавшись от проведения предновогодних вечеров. В прошлом году чиновники собрали 14 миллионов тенге для помощи малообеспеченным семьям. Корпоративные мероприятия среди областного Акимата, городских и районов Акимата не будут проводиться. Но есть подведомственные организации государственные, которые, конечно, руководители сами напишают, надо проводить или нет. Но сейчас санитарный, главный санитарный врач области сказал, что есть нормы, согласно которым можно проводить мероприятия. То есть не более 100 человек, не более 50% от количества посадочных мест. Отметим, что на прошлой неделе средством массовой информации сбудоражили сообщения об обнаружении нового омикронштамма коронавируса на территории Западно-Казахстанской области. Но санитарные врачи назвали эту информацию фейком. То, что называют фейком, но, к сожалению, повод для этого не фейковый. Я имею в виду пандемию коронавируса. Действительно, Новый год, казалось бы, наступил. Уже второй год боремся с коронавирусом. Но новогодние мероприятия ограничены. Вступает новое ограничение по статусам. Тоже это все мы обсудим. Но вначале, почему приходится уже, как вы считаете, не идти к полной победе над вирусом, а создавать новые ограничения? Насколько это важно? Вопрос правильный. Конечно, сейчас мы уже более двух месяцев находимся в зеленой зоне. Это говорит о том, что у нас ситуация постепенно стабилизируется. Но, как вы знаете, у нас есть новая угроза. То есть коронавирус, он также, как говорится, не спит. Он обратно все больше видоизменяется. Сейчас в мире уже бушует штамм омикрона. И мы должны в дальнейшем вот эту ситуацию стабильную, в дальнейшем сохранить его. Поэтому было принято решение о том, чтобы в некоторых объектах, в том числе, где в основном у нас также население посещает, непосредственно отдать именно зеленому статусу. То есть лица, которые вакцинированы, которые решили защитить себя, они должны чувствовать себя в безопасности. И тем самым мы должны быть тоже уверены в том, что наше население, вакцинируясь, то есть они не только о себе, но и думают об окружающих. Тем самым, если мы наберем то процент коллективного иммунитета, то есть благодаря тому, что уже люди начинают понимать, то, что ситуация уже стабильная, люди уже начинают понимать, о важности вакцинации, это благодаря вакцинации мы сейчас имеем такую ситуацию. И еще раз повторюсь, для дальнейшей стабилизации нашей эпидемиологической ситуации на территории нашей области было принято такое решение. Понятно. Ну и касательно вакцинации, вот в феврале 2021 года, да, началась масштабная массовая вакцинация. Со временем уже появился выбор вакцин. Насколько эффективна вот именно наша казахстанская вакцина, как они и говорят? Ну, все вакцины, вы правильно отметили, у нас есть выбор, то есть начинали со спутника, потом у нас появилась своя отечественная вакцина, Казвак, потом был Хаятвак, как вы знаете, Коронавак. Сейчас уже доступен для детей, беременных и кормящих Pfizer вакцины. Все они, вакцины, конечно, ни одна вакцина в мире не дает 100% защиту, но у каждой есть эффективность от 90 до 95%. В том числе и у Казвака, согласно данным Института биобезопасности на территории, лаборатории, которые произвели данную вакцину, составляет 94-95%. То есть эффективность, она имеется. Поэтому мы можем свободно говорить, что вакцина, она действует, и действует в положительной динамике. Ну вот в последнее время, в последний месяц даже говорили о том, что при желании можно будет привиться платно. Вот, например, Pfizer, да? Ну, Pfizer, да, сейчас среди населения очень много задаются вопросом, когда мы будем прививаться платно. Но данный вопрос, конечно же, он не раз озвучивал с Министерством здравоохранения, что данный вопрос прорабатывается. И я думаю, в новом году будет ясно, когда можно платно привиться, кому можно привиться и сколько она будет стоить. Ну, это говорит еще и о том, что интерес проявляется все-таки к застанскому вакцину. Интерес есть, да, интерес проявляется. Очень много поступает звонков по этому поводу. Консультируется население. Ну вот прошла информация, что ревакцинация спутником невозможна, потому что там компоненты как бы не одинаковые. Здесь есть немного отличий. На сегодняшний день спутник, они на два компонента, и отличаются. То есть первый, второй компоненты, они отличаются по составу. В связи с этим на сегодняшний день также Министерством здравоохранения было подано разъяснение, что идет переговорный процесс о поставке или же выпуске на нашем карагандинском заводе спутник лайт. Как вы знаете, есть Российская Федерация спутник лайт, однодозная. И в перспективе, я думаю, в новом году уже можно будет прививаться спутником лайт. А так у нас имеется в наличии Казвак и Хаятвак. А, Верацел, извиняюсь. Ну и давайте, прежде чем мы продолжим, напомним телезрителям, что мы в прямом эфире и пригласим их тоже присоединиться. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Вы можете позвонить, оставить свои вопросы, пожелания касательно коронавируса. Мы сегодня обсуждаем и вакцинацию, и в целом про пандемию коронавируса. Вот про пандемию, конечно же, многие спрашивают. Раньше, вот по новым ограничениям перейдем плавно. Раньше было можно в будни синим статусом, допустим, с зеленым. Сейчас уже и в будни ограничились. С чем это связано? Хотя бы, казалось бы, в зеленой зоне. Ранее я уже говорил, что у нас, да, ситуация стабильная. Но мы должны эту стабильную ситуацию дальше держать. То есть мы не должны его пустить. Сейчас население, уже многие ограничения сняты, поэтому население, может, и забывает уже, начинает забывать, что мы должны все-таки сохранять тот же масочный режим, тот же социальную дистанцию, и, конечно же, не посещать места массового скопления людей. Если же будем посещать, то мы должны, как знаете, у нас есть программа АШ, то есть лица со статусами зеленым, синим могут посещать. В данном случае в ТРЦ, в торговых домах, в зонах мы сделали так, что решением оперативного штаба, именно если раньше был, как вы говорили, в субботу, воскресенье, то уже в будни, все, то есть 7 дней, могут туда заходить только лица с зеленым статусом. Это у нас привитые, либо у кого есть ПЦР-справка о наличии отрицательных результатов, или же у кого медицинский отвод. Это у нас есть вопрос, когда задают, со синим статусом, то есть у меня имеется медицинский отвод, я не могу принять вакцину, но я могу взять в медицинском учреждении справку о том, что у меня медицинский отвод. Эти лица также не будут ограничиваться, то есть они могут заходить в учреждение. Но статус синий у них будет? У них будет статус синий, да. Понятно. Ну и касательно учреждений, вот какие еще ограничения приняты буквально на этой неделе? Буквально, как вы знаете, была межведомственная комиссия, и озвучили то, что сейчас уже по всему региону Казахстана, то есть по всем регионам уже во всех ТРЦ торговых домах будет и в будние дни статус, то есть запускать с зеленым статусом, и в случае появления омикрона, штамма омикрона, коронавирусной инфекции на территории Казахстана, то уже будут также данный статус применяться в остальных объектах. Это Казпочта, как вы знаете, оздоровительные центры, сауны, фитнес-клубы, перечень объектов, которые были озвучены. Поэтому надо уже понимать, что со временем перечень объектов, оно будет увеличиваться. То есть будет преимущество отдаваться тем лицам, кто имеет паспорт вакцинации, либо те, которые прошли ПЦР-тестирование, ну и, естественно, не будут ограничиваться с медотводом. Ну, давайте примем первый телефонный звонок, а потом продолжим. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос. Сейчас вот идет обречение для людей с синим статусом. А вот кто, например, летит с самолетами, там поездами едет, по ним как? С самолета откуда едет? С Казахстана? По Казахстану? С пределом Казахстана. Спасибо. Внутри Казахстана, да? Да, да. Нет, нет, самолета это не касается. То есть авиалинии, авиаперевозки данный статус не касается. Это только конкретно в торговых домах, торговых центрах и центрах обслуживания населения области. Ну, скажем, пока, да, не касается? В данном случае авиаперевозки, ЖД, автоперевозки, автоперевозки, статусы не касаются. Пока ограничений там таких нет? Нет, ограничений нет. Только с синим и зеленым статусом. Понятно. Вообще передвижение по РК, как вы считаете, оно должно быть в связи с этим вопросом ограничено? Ну, конечно, учитывая ситуацию, на сегодняшний день мы должны думать, конечно, население передвигается, у нас работает, учится. Есть бизнес. Столицу. Да, но мы должны, соответственно, подходить. Каждый перевозчик, хоть авиа, хоть ЖД, они должны пропускать через проект пилота АШХ. То есть они должны смотреть, имеет ли паспорт вакцинации, либо безопасный статус. Это у кого есть справка наличия о ПЦР-тестировании, либо же у кого-то, кто не прошел по каким-либо причинам, у кого-то синий статус. В данном случае их пока не ограничивают, но они должны в любом случае внедрить пилота АШХ. Для чего? Для того, чтобы мы могли выявлять, то есть лиц, кто знает реально то, что у него положительный результат короны по ПЦР-тестированию, он считается больным, и он посещает места массового скопления людей, в том числе, возможно, и авиа, и ЖД-перевозками пользоваться. Поэтому данные лица мы выявляем, соответственно, привлекаем к административной ответственности за нарушение режима домашней изоляции. Понятно. Ну вот касательно этого, конечно, ясно все, но есть, конечно, разговоры о том, что когда-нибудь это кончится, но пока, к сожалению, продолжается, и меры тоже надо соблюдать, как вы говорите. Ну, конечно, пока оно будет продолжаться, потому что регистрация все еще идет, хоть идет на спад, но в течение недели, мы видим то, что у нас от 2 до 10 случаев регистрация идет. В перспективе, конечно, если же мы будем в течение недели регистрировать, то есть вообще не будем регистрировать, то это уже говорит о том, что у нас уже благоприятная эпидемия, ситуация, и можно уже переходить на то, что возможно будет вопрос решаться о безмасочном или вообще снятии ограничений. Ну, касательно вакцинации, если вернуться, вот вы вводили в начале, я имею в виду, по области, по городу передвижные пункты, мобильные пункты. Да, были ограничения. Они есть сейчас? На сегодняшний день никаких ограничений по передвижению нету, как вы знаете. По объектам есть ограничения, соответственно. Это у нас объекты общественного питания, то есть рестораны, бары, кафе, им можно работать, то есть им можно проводить, как вы знаете, любые праздничные мероприятия, но в рамках, то есть проекта АШХ. Там, как только что уже на штабе докладывали, то что есть не более 50% отместимости помещения, или же не более 100 человек должны находиться в заведении. И, конечно же, они должны добросовестно выполнять все требования программы АШХ. Ну, некоторые люди, конечно же, с возмущением, вот жители к нам звонят, тоже спрашивают, пишут, почему можно, вот, например, корпоративы вечера в кафе проводить, но нельзя зайти, допустим, в торговый дом, внутри которого аптека, супермаркет. Мы надеемся, мы знаем на то, что руководство, то есть индивидуальные предприниматели бизнеса, общества, они добросовестно выполняют и запускают лиц только по программу АШХ, по программе АШХ. Конечно же, для этого у нас есть мониторинг-группа, чтобы они мониторировали, они смотрели, пресекались, и будут такие моменты, когда они будут нарушать правила программы АШХХ. Конечно, многие сейчас, я еще раз повторю, забыли, может быть, подзабыли. Привыкли, может. Привыкли, да. Понятно. Ну и давайте еще раз напомним телефон телезрителям, чтобы они позвонили, задали вопросы, пока есть такая возможность. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Можно позвонить, либо оставить свои вопросы, пожелания касательно коронавируса, департамент санэпидконтроля. Ну вот касательно работы департамента, на нем тоже не только вирус продолжился, но и нагрузка на департамент тоже с каждым разом возрастает. Есть какие-то организации, либо люди, которые на добровольной основе, как волонтеры, помогают вам в борьбе с вирусом? Это было в начале пандемии, то есть когда была напряженная эпидемия ситуации. Да, нам помогали местноисполнительные органы, то есть нам помогали волонтеры, нам помогали даже бизнес-сообщество. То есть была максимальная поддержка, была, конечно, мы всегда об этом говорим. На сегодняшний день мы, в принципе, справляемся уже своими силами, у нас, в принципе, уже опыт работы есть. Но, конечно, мы не только занимаемся коронавирусной инфекцией, как вы говорите, у нас есть другие нозологии, которые мы должны обязательно же проводить эпидемию с мероприятиями. Ну, прежде чем вы продолжите, и мы углубимся, примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте, Безус. Да-да, слушаем вас. Расскажите, пожалуйста. Да-да, говорите, какой вопрос. Слушаем вас. Они выходили в торговом доме в коже или нет? Я же вам говорила, в том, который спрашивает слово «дома» с зеленым статусом. Они будут выходить из этих торгового домов или они там-то будут сидеть? Вопрос. Если они выходят из торгового дома и едут на стороне с оболею, то за что это ни к чему не приведет? Понятно, спасибо. Касательно того, что зеленый статус, вот это как раз и спорный момент, что он может зайти зеленым статусом туда, но это не гарантия, что он где-то не заболеет, где-то еще не подсчитывает. Нет, ну, вакцинированный человек, конечно, я до этого говорил, то, что он 100% нельзя говорить, то, что он полностью защищен. Это определено 92-95% эффективности, а остальные вот 5-6-7% они, да, могут заболеть. Или у кого-то вообще не будет иммунитет, но это всего составляет максимум, наверное, на территории нашей области. Лица, которые заболели после второго компонента составляет 0,5%. Это по сравнению с тем, что мы сейчас провели большую кампанию вакцинации, и число заболевших, еще раз повторюсь, 0,5%. Поэтому мы заведомо знаем то, что уже привившийся он уже безопасен. Будем надеяться на это, и примем еще один телефонный звонок, потому что телезрители уже оживились. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, да. Добрый вечер. Какой вопрос? Вы знаете, вот отвод будет проходить через зеленый, черный свет? Медотвод? Да. Да, медотвод. Получаете у себя, у участкового врача, справку о медицинском отводе, и все, проблем с пропуском не будет. Хорошо. Еще раз повторите, плохо слышно вас. Я не дам сказать, ты не понимаешь, сказали, что саркотом не продлевает. Сказали, почему мы будем болеть, а сказали, что саркотом не продлевает. Медотвод не продлевает. Ясно. Ну, связь, к сожалению, не очень хорошая, насколько мы поняли, не продлевает. Медотвод не продлевает, да? Если человек не скор болеет, да. Ну, здесь, наверное, решает медицинский работник, то есть у участкового врача. Он ограничен срок же, да? Ну, в любом случае, по каждому случаю он индивидуален же, у каждого свой организм, поэтому здесь, наверное, будет решать медицинский работник, почему он продлевает или не продлевает. Это я сейчас не могу говорить, но это точно знаю, что будет решать медицинский работник по каждому случаю индивидуально. Времени пока еще меньше осталось, буквально 5 минут. Но как получить вообще медотвод? Какие показания можно? И куда вот комиссию какую-то надо специально доказывать? При каждом медицинском учреждении есть комиссия, то есть они создали комиссию, там есть все врачи, то есть узкие специальности. В данном случае, согласно постановлению, у нас есть медицинские противопоказания, это конкретно прописано постановлением. То есть у кого есть хронические заболевания, это в период обострения, у кого есть конкретно аллергические реакции на компонент вакцины, у кого есть тяжелые и острые заболевания, то есть поэтому каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Потому что на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, то что состояние человека индивидуально, поэтому он должен говорить медицинскому работнику, есть ли у него аллергия на что-либо, на какой компонент, или же есть какие-либо у него хронические заболевания, он должен обязательно об этом говорить. И, конечно же, стоит ли он где-то на учете. Поэтому это все надо выяснять и потом уже применять, в медицинской работе будет применять решение, то есть будет вакцинировать или нет. Понятно. Ну а если человек подвержен аллергии, но не знает конкретно, есть ли на компонент вакцины, будет ли реакция или нет? Подвержен, много кто может быть подвержен, поэтому если он в чем-то сомневается, наверное, он будет обращаться сперва к аллергологу, сам, наверное, обратиться, и по заключению аллерголога, наверное, он будет показывать уже своему участковому врачу. — Понятно. Ну и вот введенные буквально с 27 декабря новые ограничения, они до какого срока примерно действуют? — Ну срок, как в постановлении также мы прописали, то что сроки будут рассматриваться по эпидемиологической ситуации. То есть в дальнейшем, если, конечно, будет стабилизироваться ситуация, будет рассматриваться вопрос снятия ограничений вообще. Ну, как я ранее говорил, если же ситуация будет ухудшаться, конечно, также будет вопрос рассматриваться потому что сейчас новогодние праздники, как вы знаете. Дальше у нас еще 5-6 у нас рабочий день, 7-8-9 обратно у нас выходные дни, то есть затяжные праздничные дни. Оно также может поспособствовать тому, чтобы ситуация на территории нашей области, возможно, будет ухудшаться. — Понятно. Ну вот до этого мы боялись, что придет дельта, дельта плюс, да, каждый новый штамм оказался опасным. Омикрон теперь говорят, что более заразный и тоже может быть не менее опасным. Ну, получается, что вирус мутирует, он, как говорится, не стоит на месте. Но виден ли горизонт? Я имею в виду конец уже пандемии. Виден хотя бы? — Ну, в принципе, то, что уже началась кампания вакцинации, как вы видите, не только на территории нашей области, по всей стране и по всему миру, оно уже дает предпосылки тому, что постепенно формируется иммунитет у населения. И, конечно же, данные предпосылки, они имеются. Как вы видите, сейчас ситуация какая, и в прошлом году в такой период какая была ситуация. То есть уже в разы у нас заболеваемость уменьшилась. И что было у нас, например, даже летом? Мы доходили до 350 случаев в сутки, то есть больницы уже были переполнены. Сейчас уже у нас порядка от двух до десяти случаев. И мы, получается, закрыли на территории области все больницы, кроме областной инфекционной больницы. — Ясно. Ну, это хорошо тоже. — Да. — И вот буквально полминуты осталось. Какое пожелание телезрителям перед вами камера? — Уважаемые жители нашей области, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. И, конечно же, Новый год — это в первую очередь праздник для семьи, семейный праздник. Прошу встретить, рекомендую встретить только в кругу близких, в кругу семьи. И в будущем, конечно же, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. — К сожалению, эфирное время ограничено. Спасибо за то, что пришли в канун Нового года, приняли участие. И в течение всего года тоже и поддерживали нас, и разъясняли нашим телезрителям. Спасибо и удачи. — Спасибо. — Я напомню о том, что это была программа «На чистоту». С наступающим вас Новым годом! Терпения, здоровья и удачи. А самое главное — берегите себя в Новом году. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова